так ну что всем привет привет всем добрый день я рада всех видеть всех приветствовать на прямом эфире нашем у нас конечно творческий прямой эфир дизайн и тема у нас сегодня маникюр стиле барби тоже конечно такое момента да не для всех кто то может быть там розовые не любит да но все равно я постаралась такие подобрать более-менее оптимальные дизайны меня зовут ефремова юлия представлюсь я из города воронежа я являюсь инструктором и оффлайн и онлайн привет привет всем спасибо за сердечки ну что давайте мы не будем с вами время терять и начнем с вами и рисовать переверну камеру девочки как обычно технические моменты так скажите мне как видно так покажу как там видно ничего не размывает не расплывается вот такие моменты может быть конечно здесь не очень на камеру сном класс спасибо 5 секунд волосы заколю неудобно так вот такие моменты я сделала ну скажем так условно у меня у самой барбешный вот хотя как бы я не привязывалась к этому делал на прошлой недельке вот но тут понятно что это стемпинг немножко просто в разном исполнении ну так вот я постаралась подобрать где-то попроще где-то мне очень понравился вот этот вот вариант сейчас я попробую отдельно его показать прям я сделала и мне очень понравился вроде бы ничего такого да но нежненько получилось прям клёво вроде бы и не сильный такой до дизайн там вырви глаз но в то же время такой он симпатичники прям с перламутриком это стемпинг тоже сюда конечно понятное дело можно что-то добавлять то есть можно и фольгой там что-то еще добавить отпечатать опять же розовый да мне прям понравилось сочетание очень нежно ну да опять же понятное дело что все ноготки такие там не будешь делать да то есть там пару ноготков можно выделить до красиво какие-то яркие остальные то есть или оставить более нежные до варианты сделать однотонные я вот здесь работала кстати как подложку девчонки вот такой вот цвет 312 это из нюдовой коллекции вот и мне нравится как он смотрится он видите вот в подложке он такой и не бежевый и не розовый такой прям нейтральный цвет красивый вот мне понравился так что вот такие вот с вами по делаем сегодня дизайн и значит что я использовала что я использовала но черный здесь получается нет я пробовала мне не понравилось все-таки с черным экстремально получается с этим с лаком получается но белый понятно да для стемпинга это вот здесь беленький использован вот на этой типсе беленький 11 это серебро и потом 7 это нежно-розовый 11 фиолетовый 18 это из неоновой коллекции вот ну и в основном здесь опять же подложка может быть любой я использовала вот этот цвет то есть более нейтральной до дизайна такие активные и поэтому цвет взяла нейтральной попробовал вот такую штучку сейчас же тоже такие вот эти дизайны модный где объем да то есть опять же я взяла привет девочки всем привет взяла опять же этот цвет за подложку да и просто вот этот то есть можно сделать таких пару-тройку ноготков да с розовой фольгой то есть я не серебром отпечатала а розовая текс рассказывайте есть у вас клиенты которые любят дизайн и может быть кто-то вот прям именно такие любит да то есть кто-то любит не он чеки кто-то любит по спокойней кто-то прям девочки девочки любят барби побыть до приготовлю сразу так чё брала пусть лежит красота вот здесь у нас дизайна сейчас меньше ну тут опять же ну у меня тоже конечно наверно не все до клиенты но все равно есть те которые любят так ну давайте какой сделаем смотрите но здесь вот в принципе вообще ничего сложного да то есть если мы сейчас вот к нему в комплект возьмем просто розовым покроем тоже будет красиво но с нюдовым и с розовым конечно будет тоже красиво можно делать и вообще без подложки да на базе например на какой-то молочный там или розовая вот здесь немножко я делала по-другому но здесь мне не понравился вот этот цвет он немножко не идет вот с этим в комплект то есть неоновый розовый он вот такой вот более такой какой-то яркий а из последней коллекции которая неоновая он видите такой вот вот у меня на ручках он более такой какой-то фламинго я не знаю так вот холодный сюда не очень подходит мы с вами сейчас возьмем другой я очень люблю тоже этот цвет это был которая капсула была где серый с розовым вот он мне кажется подойдет больше сюда кисточку для градиента нам понадобится здесь такого ничего в принципе сложного я не делала какого-то грандиозного берем типса и мне вот нравится с кончика я вот так вот наношу здесь вообще не принципиально вы видите там вообще практически ничего не видно и просто кистью для градиента можно конечно и даже кистью овалом на стянуть цвет если постараться просто растягиваем опять же я говорю тут не делаем акцент что там какой-то супер супер градиент я еще хочу еще здесь немножко по-другому там я брала все-таки два цвета для лака здесь я хочу взять именно один цвет и он как бы будет понимаете выходить вот вроде бы он здесь а там будет уже выходить когда дизайн опять же трафарет может быть любой я вот взяла леопардик да ну такая тоже типа милота типсами по центру а сейчас но бывает вы мне там пишите иногда засмотришься и выходишь из из кадра увлекаешься все отправляем сушиться и давайте возьмем вот смотрите я здесь взяла 2 то есть сюда шел у меня яркий а здесь светлый видите наоборот то есть кончика был градиент вот который я сейчас сделала и градиент типа из лаков для стемпинга но я хочу именно один взять попробовать именно один как вариант вам тоже показать где давайте тоже этого возьмем леопарда хотя опять же я говорю можно все что угодно можно типа и зеброчку полосочки сделать будет тоже красиво ну давайте такой чтоб я вот именно разницу хочу чтобы вы увидели так видно меня до на вещь так типса готова но готовим все с вами всегда для стемпинга с лаками готовимся чтобы все у нас девчонки было под рукой с вами лак наносим быстро убираем все перенеслось и отпечатываем с вами сюда сейчас вот так наоборот я перевернул а вообще ничего не видно получилось то есть градиента нашего нету нет видите значит будем делать я думала немножко другой эффект получить но нет вот так не видно совсем ничего получилось он слился сейчас очищаем штампик и делаем как я там дело я конечно сейчас вытру может быть градиент немножко наш испортится но ничего страшного вот видите все нужно пробовать потому что конечно если вы начнете вот так на клиенте экспериментировать быть не очень да прикольно берем тогда мы что розовый берем и такой берем так будет видно и видите сюда тогда мы берем посветлее с вами куда-то я на краю отпечатала видно да то есть градиенте получился и берем тогда сюда на наш розовый с вами берем светлый цвет отпечатываем а туда поярче как раз вот все так другое дело конечно получилось то есть ничего здесь такого особого да но он как раз вот под тему барби подходит да как бы в тенденциях сегодняшней то моды да мы же это не обязательно что нужно лепить прям какие-то эти наклейки слова барби нет как бы делаем акцент до что такое розовый понятно барби что это все розовенько и вот можно еще как вариант здесь у меня в глянце сделано да можно попробовать матовым перекрыть можно наклеечку то есть я делала вот тут можно и сюда наклейку какую-то сделать будет тоже очень красиво то всегда можно дополнять но так как у меня здесь темпинг можно принципе не перекрывать т-классом если боитесь перекройте перестрахуйтесь нет то можно и сюда попробовать наклеить можно конечно и перекрыть если вдруг что мы уже с вами перестрахуемся т-класс красиво и легко ну да вот эти когда топом покрываем вообще прям красивенько получается то есть ты изначально даже не поймешь как бы какой вариант здесь выполнен да вроде бы и градиент какой-то получился там такой несложный да давайте прослушаем все таки и вот есть вот такие вот шерми кончики до сердечки вот я здесь как раз его ведь использовала можно что-то такое выбрать они кстати очень подходят под вот под это видите точно такие же тут сердечки можно мне еще нравится такая это кстати станет не видно уже извиняюсь это то здесь название можно посмотреть на сайте девчонки если вдруг заинтересует все такие какие-то нежные надписи красиво мне понравилось тут вот это или вот надпись или вот сердечки красиво хоть мы сейчас мы приложим сюда посмотрим с вами может быть мы и такое сердечко возьмем мне бы вот вообще вот эта вот штучка понравилось можно конечно и надпись сюда еще пристроить что вот мне вот это вот нравится можно еще опять же взять тонкие надписи но и это сердечко сюда любое тоже будет очень красиво здесь есть конечно вот более активные а есть видите такие вот вот вообще прям сердечко здесь уже по своему выбираете вот что вам ближе что вам нравится и делаете а можно еще кстати как вариант вот так тоже пустить например да тоже будет красиво необычно можно не на всю можно сбоку например пристроить тоже как вариант дима пинцет нужно аккуратно не очень такие тоненькие блин жалко это сердечком не тратить даже то что но она там не до конца ну во первых не всех такие длинные ногти до у клиентов поэтому я думаю ничего страшного да что ж те надо то девчонки скажите вам как видно там то что иногда вот мне кажется я смотрю хорошо видно а потом когда просматриваю не это не очень где-то еще надписи здесь красивыми были то есть понятное дело что он минималистичный и так сам по себе да можно оставить красиво если остальные ноготки например будут яркие то не обязательно конечно сюда можно что-то и не лепить не обязательно но можно и вот красиво будет вот это кстати надпись этот номерочек могу сказать по моему это изящество номер 249 который я в данный момент работаем тоже аккуратно потому что все очень тоненькие шермикона ложатся вообще хорошо но и с ними работать нужно очень аккуратно ни в коем случае не порвать встреч какая красота вообще просто хотя опять же ничего такого сложного да то есть это понятно тут я под камеру работаю все это всегда усложняется и чуть дольше да но на самом деле ничего матовым покроем девчонки или глянцевым то фокус ловится давайте мы тогда чуть-чуть вот так сделаем да мне просто нравится конечно этот стемпинг я и подматываем его люблю поэтому надо делать разные варианты но так как у нас здесь шермикон нужно запечатать матовый хорошо я покрою сначала топ слайдер вот почему я говорю вот у меня это рука матовая сначала всегда покрываю на клиенте на себе на типсе понятное дело можно было сейчас сразу покрыть этим матовым да и не волноваться но так как в носке чтобы матовый хорошо носился я всегда его покрываю на слайдер сушим и уже вторым слоем мы покрываем матовым топом вельвет я конечно здесь сейчас сушу чуть меньше но 30 секунд если лампа ими для слайдера промежуточная достаточно и все теперь уже допустим там высушить уже две минуты окончательно хочу вот этот еще вариант вам показать симпатичный я сама конечно понятное дело что и клиенты разные кто-то работает недавно да и хочет там дать максим кто-то уже работает давно да уже все ты знаешь всех своих клиентов до что им предложить что им показать вот но варианты у вас я всегда говорю должны быть разные разные потому что чтобы клиент мог тоже выбрать иногда вы начинаете на пальцах объяснять но они не поймут этого это вы видите это даже вам например иногда сложно да а им тем более клиентам вы начинаете объяснять они не могут не понять на словах что вообще там от них хотите ну вот как вариант для сравнения но здесь я повторюсь девчонки здесь брала другой розовый на кончик да ну вот он немножко выбивает хотя опять же здесь на любителя красиво правда такие вроде бы нижненькая ничего такого особого и опять же говорю то есть все остальные ноготки мы можем с вами там 12 сделать таки с дизайном до остальные же или розовые оставить или наоборот молочные здесь уже по желанию тонны тот этот имеет место быть красивой там и там у нас с вами получается поэтому варианты конечно же должны быть всегда у вас разные вам нравится в матовом а клиенту понравится в глянце здесь тоже все так сказать индивидуально вот на этой типсинге ничего сложного я не буду показывать если здесь идет на не видите от типсе не очень отличаются здесь шла у меня наоборот подложка вот этот 312 и просто тоже самое я взяла два вот этих лака два вот этих лака для стемпинга и то же самое любой узор переносите но если здесь прямо у меня видите градиенты светлого чуть больше получилось то здесь я акцент на этом не делала я вообще поставил вот так вот просто капельками уже варианты как бы могут быть разные ну хотите конечно давайте сделаем ну рассказывайте мне что-нибудь может быть вы хотели бы чтобы и что-то вам другое там показала может быть есть в чем-то там засада что-то не получается делать так сейчас делаем вот этот девчонки вот эту тип все делаем покажу здесь такой моментик и здесь нам понравится поле панель с вами и вот так вот берем 3 лака 7 розовый 11 фиолетовый и 18 яркий не он и здесь такой момент вот сюда берем и берем прям побольше и быстро на штампе вот теперь на штампике нам нужно подождать чтобы высохла смотрите как красиво получается и можно еще перестраховаться нанести на ноготок ультрабонт чтобы вот внутрике ультрабонт который мы с вами под слайдера используем до нанести вот сюда чтобы была липкая поверхность да я вам сейчас даже покажу об скотч все чуть-чуть вроде бы подсохла сейчас вот не до конца девчонки еще вижу глянцевая я думаю должно перенестись блин вот видите где не до сохла он тогда ведь и не допечатался но здесь вы же видите такой дизайн он не принципиальный вообще то есть он уже похож на пленки видите вот но мы с вами топом и теперь кроме там будет не видно и плюс еще сверху будет дизайн поэтому там чуть-чуть ну ладно не буду я уже туда допечатывать смотрите вот висит у меня блин чё делать показать вам хотел висит на лампе у меня скотч ну потому что чтобы на эфире мне здесь под руками ничего не мешалось и я вот беру я не люблю ролик кто-то работает с роликом я не люблю ролик я люблю вот так вот скотч ничем не вытираю естественно только скотчем чистим так нормально я думаю да все вообще просто это уже сам по себе дизайн даже получается так почему здесь потому что здесь видите гладкая и вам вытирать от этого потом ничего оттирать не надо то есть вы убрали листик и выкинули очень удобно для каких то если вам там что-то намешать надо помешать да и здесь как вы видите я то есть каждый раз у вас все равно будет получаться по-разному никогда не получится одинаково можно брать два цвета можно три можно четыре брать то здесь уже вы по желанию что здесь отпечатывала здесь я уже брала вот это вот надпись но какая у вас лампа бесстильного у меня фабеланс ну я думаю мы тут не об этом с вами вот опять же здесь видите можно не принципиально можно знаете как еще сделать допустим оставить вот этот полноценный да и сделать например какую-то одну надпись выделить да они как вот здесь я весь ноготок закрыла а например взять какую-то одну более акцентную до надпись тоже будет красиво можно кстати сейчас попробовать можно закрывать и все но можно и взять например одну надпись так так теперь нам нужен с вами белый так вы мне там скажите видно нормально так смотрите я сейчас буду давайте вот попробуем как раз таки не весь использовать трафарет а возьмем выделим только вот это где лова и сердечко где лова и сердечко потому что там сделано на всю здесь давайте попробуем так то есть мы будем с вами тоже по разному делать штампик готовим и я ведь я буду даже наносить не на всю то есть я нанесла чем не расходовать лак туда где мне надо только переносим переносим что-то не нравится мне почему-то плохо он еще раз вытру получше спасибо девочки за сердечки мне приятно когда вы со мной общаетесь в эфире вот сейчас получится смотрите когда вам надо забрать только вот вот эти сердечко красиво тоже перенеслось я беру двухсторонний скотч так вам там меня видно и убираю то что мне не нужно только очень аккуратно делаем это то зацепите то что нужно кто-то работает роликом но мне кажется вот такие вот мелкие не очень удобно роликом убирать то есть ты вот сюда не подлезешь никогда вот кстати сердечко тоже можно оставить блин еще его дополнить отдельно но не получится нам так сразу придется все равно потом еще блин ну все уже ладно все видно да берем с вами вот сюда ставим акцентик о как раз сердечко сейчас мы еще с вами используем смотрите как классно получилось ну а а ну высохло уже все нет перенеслось то есть может быть это конечно и не совсем барби да но как в дополнение мы можем использовать как да ничего страшного девчонкин вот смотрите как вариант да то здесь мы использовали полностью здесь мы сделали с вами вот так но видите здесь вот к сих пор на конечно этот у меня лег немножечко и вот такие дизайны где так много стемпинга или база перекрывают девчонки где он ложится как вот прям пленки или перекрывать базой но мне опять же то есть если мы берем с вами сюда матовый так боже мой запуталась дима слайдер а то мне нравится перекрывать а слайдером потому что дизайн такой достаточно сложный да видите здесь темпинг на весь на готов и поэтому нам чтобы с вами закрыть он конечно здесь сейчас вот под выровняется видите потопом вот опять же да то есть вы видите здесь я не использована вообще не гель-лака ничего и гель лаком да уже чтобы такого добиться нужно постараться так растушевать а тут мы раз с вами у нас с вами и фон уже все сделано мне кажется прикольно получается мы сейчас вам вот этот уберем пока вот это вообще простецкая будем считать что у нас с вами слайдер высох я можно конечно попробовать с черным до лаком стемпингом вот эти вот надписи делать но мне показалось я попробовала я перед эфиром попробовала и мне показалось все таки чуть грубовато как-то с черным но девчонки все в ваших руках я всегда говорю что нужно пробовать все иначе вы так никогда не поймете может быть какому-то клиенту это очень даже понравится на поэтому давно стемпинг это вообще сейчас я не знаю я сама на него ответе если может пересмотреть там эфиром и в прошлый раз у меня был стемпинг девчонки тоже до этого был стемпинг опять и причем девчонки даже в тот раз спрашивали а что у вас на руках там сделано было похоже то что вот как здесь да но были выполнены мазки сиреневым и нежно-розовым гель-лаком и такой же текст отпечатан я вообще на него подсела просто обожаю его смотрим ну чем не барби барби вообще мне кажется это просто ну то есть это имеет место быть и так само по себе да но и конечно к вот это мимимичности к барби тоже очень подходит правда красиво и причем вот я говорю имеет место быть и так и так я специально сделала здесь в глянце сейчас вам показываю в матовом чтобы посмотреть и как это выглядит я обожаю степен конечный под матовым под глянцевым все красиво поэтому здесь все нужно пробовать девчули ну и давайте вот эту милоту сделаем и можно тоже например теперь наоборот оставить в глянце вот этот кстати вариант но просто с фольгой опять же нужно мультипл гель да и с фольгой чуть подольше а вот это вы сейчас вообще обалдеете видите здесь розовый такой момент вот я смешала серебро и неоновый гель-лак это вообще просто космос мне кажется это точно барби барби так вытираем пластиночку типс у меня готова уже ничего не бликует от лампы смотрите опять же говорю тут надо попробовать можно и фиолетовый мне кажется взять попробовать и любой какой-то может быть еще яркие и неоновый лак вот берем серебро и яркий неоновый серебро и яркий неоновый и делаем делаем вот так видите он получается такой вроде бы и серебро да и в то же время не ярко розовый но здесь опять же игры смотря что нанесете возьмете больше серебра будет значит больше такое серебро здесь вот у меня видите в этот раз получилось больше розового но от этого не менее хуже получилось и вот смотрите как вариант еще можно допустим перекрыть можно кстати если там кому-то ярко перекрыть молочным топом да по нему например что-то там сделать фольгой или что-то объемное да тоже как вариант красиво поэтому тут нужно все пробовать штампа теме конечно девчонки сейчас скажу номер так это это если я не ошибаюсь эта пластина а штамп штамп вот этот имейте ввиду или сама всего текст вот еще вариант видите здесь я сделала а подушка теме конечно девчонки теме все на сайте можете посмотреть в этом я просто здесь убрала эту прозрачную конечно теме здесь я делала на 312 цвете вот видите что забыла здесь взяла просто вам отпечатала ну то есть вот видите здесь он немножечко такой получился поплотнее похолоднее да но опять же я говорю варианта может быть абсолютно разный здесь уже какой вы хотите добиться вариант давайте мышь попробуем молочкой перекроем посмотрим да как будет что скажете здесь я не перекрывала здесь просто матовый топ то есть он как есть вот так и подпечатался а можно я же говорю попробовать молочка перекрыть кстати вот эти варианты но опять игру все в эфире не успеешь вот эти варианты если перекрыть молочкой будет тоже круто и вот эти будет круто это для тех кто не любит ярко можно покрыть и будет вообще так это типа невесомо давайте молочка давайте так как мы тут с вами без цвета делали да давайте попробуем и допустим вот как вариант да можно допустим после молочки взять еще что-то где-то пройтись добавить до отдельными там моментами акцентиками ну как вариант да то есть такая тоже мимимичность имеет место быть да вот у нас время есть мне хочется еще один момент попробовать как раз и вот сейчас мы возьмем с вами покроем вот этим 312 сейчас сейчас покажу девчонки вот как вариант да то есть абсолютно да уже два такие абсолютно разные дизайны и здесь я говорю 10 все на любителя да то есть одному клиенту может так понравится другому вот а если вдруг у кого-то нету топа до этого были цвета вот такой 249 конечно топ он чуть поплотнее смотрите это цвет молочный а это цвет молочный а это топот я сейчас работал но то по это вообще топ это просто конечно космос космический можно перекрать вообще все им все можно перекрывать любые дизайны и все что хотите хочется мне кое-что еще попробовать время у нас с вами есть чуть-чуть давайте второй не скотч опять же беру серебро девчонки только здесь сделаем побольше сейчас серебра и чуть-чуть вот добавим кое-где розовенького чтобы он просто его оттенил до блин провозилась видите почему игры с лаком то есть нужно работать быстро мне конечно еще этот телефон низкой и неудобно сейчас еще разок попробуем пока я тут его зима уже все высохло можно было конечно и вот этот взять например да мне вот хочется типа кусочками его попробовать сделать но это планшетка вот это кстати вообще все классные девчонки здесь вот что не возьми любой узор переноси и они все классные получаются но тоже видите серебря что маловато получилось ну ладно видно то есть может быть я говорю сейчас камера не передает но вот тут видно что он блестит блестит и хочется мне типа вот такую вот фольгу сделать сюда в комплект можно покрыть матовым видите это скотч чищу вообще ничего на нем не остается ни вне нельзя протирать девчонки протирать ничем ни в коем случае нельзя только скотч ну или ролик липки опять же но я говорю мне если полностью неудобно будет нет смотрите можно допустим взять multiple гель до или просто здесь что-то прорисовать до какие-то там момента розовым отпечатать до для объема можно вот вообще например в этот в серединку сердечко но тоже например его сделать фольгой или взять выделить вот такую покрупнее надпись например тоже красиво будет да давайте кстати попробуем попробуем так multiple гель надеюсь все уже знают что это такое мне кажется уже наверно все пробовали до очищаем хорошо берем не . аккуратно только с кистями вот multiple гель на который очень круто отпечатывается так фольгу покажите ну я и собралась фольгу показывать берем никогда не бросаем его вот так все кисточкой достали взяли девчонки все и закрываем баночку обязательно убираем от лампа цвета вот но хочу вот это кстати то есть вы можете просто нанести до что-то там прорисовать стараемся один раз проводить так стоп а как же здесь как же здесь сделать вот тут сама делаю сама думаю как у меня же вокруг все отпечатается вот видите попробую сейчас конечно почистить скотчем ну то есть multiple только сушить нет этот вариант не прокатывает немножко я не то затупила значит здесь вариант тогда только рисовать только рисовать возьмут сюда немножечко положу вот так вот мы ее испачкали кисть может быть любая можно толстой можно тонкой так ну что ты не хочешь сегодня фокусировать что мы же можем и сами с вами нарисовать да пусть тут уже здесь можно и потолще можно и потоньше то есть тут уже вот можно с этим с мультипл поэта поиграться конечно же можно повторно да то есть вы сделали где-то потом еще допечатали посмотрели где-то еще добавить потом вторым разом например все вот эти и он реально такой и останется объем суши мы могли там с вами какую-то надпись сделать хочется вам но сделайте там эту надпись барби да и это самое 15 секунд для фольги достаточно так розовым недостаток смотрите 15 секунд для лампы эми 15 секунд можете пробовать пусть он отпечатается и если вы 30 просушите и минуту для своей лампы ну попробуйте просушите 15-30 минут и вот то что вам больше понравится то и значит хорошо для вашей лампы вот смотрите теперь мне видно да уже сейчас и и можно что-то это самое добавить еще если где-то вот хочется допустим там продублировать где-то чтобы пошире было еще там объем чека добавить вот уже сейчас как раз старым этим будет хорошо видно понятно во первых гель прозрачный да не всегда видно нам что мы там рисуем и плюс как бы ну на это есть возможность нам до добавить ничего в этом наоборот то есть он еще круче будет все и сушим опять же 15 секунд и обязательно сразу очищаем кисть кисть засыхает вот он как клей работает этот гель он работает как клей можно даже потом и лучше брать такую кистью нехорошие ни в коем случае там не вашу новую линеарку иначе ей придет хана это сто процентов вот видите вот где блестит вот я где добавила еще разочек прошлась чтобы было чуть-чуть по объеме но опять же да вы могли бы и на этом остановиться и как бы и все то есть здесь нужно опять же то что вам хочется какой результат какой полна ноготь и в лампе тоже присушила тяну прикольно мне кажется теперь можно взять топ т класс можно взять prime то есть тут уже тоже вы смотрите кстати вот видите с подушки он уберется теперь только если ее просушить мы обязательно чуть-чуть подсовываем в лампу просушиваем сейчас покажу эфир сохранится девчонки конечно не выбрать ну может быть потому что связь видите сейчас к сожалению связь связь везде очень плохая поэтому конечно посмотрите в записи потом вот видите я просушила и все убралось без остатка вот такие вот жидкие моменты спать хотите пусты моя не уберутся берем т класс можно взять prime то он кстати вот этот дизайн перекроет идеально потому что он погуще идет т класса и он как раз таки вам за один раз даст возможность перекрытие наш с вами вот фольгу до отпечатано сердечко или у кого-то там может быть это что-то другое то здесь мы не ставим на это акценты проверено на клиентах на себе все носится шикарно хорошо поэтому не боимся мы как раз вот время наш с вами подошло к концу уже эфире всегда сохраняются девчонки поэтому вы спокойно можете просмотреть и даже не один раз даже не один раз сейчас до сохнет я вам еще раз подведем итоги с вами там все только пробовать нужно я не устану об этом повторять мы будем считать что он у нас с вами высох сейчас давайте вот так сделаем вот смотрите какой мы сегодня с вами красоту нафи я челя она еще была вот эта типсинка да то есть вот сюда имеет место и просто быть до фольга где-то выкрут элемент где-то просто фольгу печатали мне даже вот иногда и просто нравится то есть вот мы с вами сделали вариант матовом вариант пулянтс его آپа так хорошо видно до вариант в глянце вариант матовым здесь то же самое мы с вами сделали в глянце тип матового но просто здесь ведь и блестящее и я вот очень люблю в матовом она читается классно даже смотрите какие вот эти вот тоненькие здесь где надписи все читается все видно поэтому заходите пересматривайте если вдруг какие-то вопросы пишите мы с радостью ответим нам с вами пора прощаться спасибо за эфир за ваши комментарии всех было рада видеть до новых встреч всем пока пока хорошего дня а